всем привет опять я вернулась будем смотреть продолжение ну и я наверное не буду сейчас снимать цветущие орхидеи отдельно буду просто вначале показывать цветущие что цветет на данный момент и как вы видите это два кота сетума это цик ноды с джембо пав один из моих любимых орхидей и это черная орхидея millennium magic она конечно не такая черная как на картинке темно-бордовая но очень такие тоже интересные цветы у нее конечно необычные не такие как у морковок но цик ноды с и я так понимаю что это моя наверное любимая группа из кота сетумных у меня прям желание просто собрать все цик ноды с которые будут встречаться на моем пути потому что это действительно обалденные очень долго держится цветы на них и ну вот как вы видите наросла вот такая вот огромная псевдобульба как ее перевешивает горшок большая такая вот она кстати не больше чем предыдущего года псевдобульба может быть это уже ее такой вот взрослый размер я бы сказала ну и хорошо не нужно мне больше ну и выдала два цветоноса был 3 но она его не вытянула в том году тоже было два цветоноса настолько красивые цветы и запах у них приятный и вот это вот прям вот напоминает мне голову лебедя красивая но вот верхние цветы уже вот это вот наверное один из первых распустившихся а нижние еще потихонечку потихонечку расцветают красивые листья уже тоже желтеют сбрасывают и будут отдыхать всю зиму еще раз приближу покажу эту красоту обалденный я честно говоря хочу попробовать в следующем году дать им побольше вот когда они будут расти удобрений для цветения потому что я никогда не ввожу удобрения для цветения я единственное что рассыпала по грунту медленно растворимые удобрения и так вот они у меня растут ну я хочу попробовать у меня никогда не появляются никакие насекомые этому меня научил один дядечка который выращивает только их им нужна влажность когда вы их поливаете их нужно поливать вместе с листвой и никогда у ничего не заведется им нужно очень яркое солнце и поливать как можно больше и тогда ничего никогда не заводится и бульбы растут ну цветение конечно тоже красиво и этого результата мы все добиваемся хочу поблагодарить всех анцепс еще растет цветет смотрите какой крупный цветок наверное из-за того что не все цветоносы распустились вот эти вот помельче видите они поменьше этот прям такой крупный красивый жалко что не все сразу распустились но все равно очень люблю эти цветы тоже до начала благодарить хотела поблагодарить всех я оставила себе все-таки 2 вот так и два малыша меня радует они очень долго цветут постепенно смотрю тут нижние белые цветочки уже засыхают увядают но еще цветут красота и ванда шикарная у нас вчера вчера позавчера в субботу было заседание я носила ее на заседание и она конечно ну такая я бы не сказала что она прям шикарная шикарная но она понравилась нашим судьям и они прямо выбрали ее на их взгляд среди семи или восьми вант было очень много вант уже в этот раз я не снимала извините на их взгляд она была самая красивая издалека прям красиво когда они на столе стояли приму не такой ободок по контуру всех лепесточков красивая солнышко просыпается поднимается будет красиво из цветущих еще бульбофилум трешиай мой любимый бульбофилум такие вот длинные красивые сережки обожаю его и он без запаха кто не знает он не вонючий как обычные обычно ходят слухи о бульбофилумах я переехала с вами в маленький гринхаус где мы начинали продолжает цветение даяна и новая малышка все цветет ну вот из моих старых я думаю может быть на этой полке сегодня остановиться это еще продолжает цветение моя целогина с письмо запомните уже как давно она цветет но вот цветочек за цветочком попадает и новые раскрывается и я еще смотрю что растут здесь вот еще новый ростик растет и там вот еще растет ростик слушайте ну здорово такой вот вид сверху такое прям конечно пышные красивые много цветов она у меня вот так вот такая вот ой не показываю листик показывать в общем водичка там очень часто стоит и теплые дни я поливаю и она моментально выпивает и ей очень нравится и прям смотрю растит и растит новые цветоносы и старые доращивает очень красиво обожаю целогины еще стилогин расцвела очень не знаю такая давняя целогина овалис она у меня растет вот так вот на прикручена такая вот палочка с кокосовым волокном такие я бы сказала на мой взгляд наверное не очень конечно шикарные цветы но так как я люблю целогины думаю пусть себе вот так вот растет она внизу стоит очень давно наверно с одной или с двух каких-то псевдо бульбочек она росла росла не цвела я не знала что это и вот так вот потихоньку потихоньку конечно в таком она в неприглядном виде но расцвела и вот такие вот цветочки в общем такая целогинка что у меня еще есть целогин вот на вот этой вот нижней полочке тут у меня целогина интермедия растит тоже бутоны я ее пересадила но смотрю что на нее это не повлияло никак и она красивая тоже крупная здесь очередная целогинка это пандурата надеюсь настоящая пандурата но я уверена на 99,9 что это настоящая и вот так вот она растит я ее не пересаживала я очень рада что она у старых хозяев она росла как-то в одну сторону но у меня она выдала вот из серединки и начала расти в две стороны здорово здесь у меня три хапилия такая она конечно капризуля но вроде бы что-то растит там на дне находится иногда водичка и вроде бы тоже растит новый ростик это на заднем плане какая-то наверно одна из макселярии мне кажется но она у меня еще не цвела вот так вот растет или даже цвела когда-то вот есть такие растения у меня в коллекции которые стоят так вот на заднем плане и создают такой в общем уют здесь это моя целогинка крестата маленькая но вроде бы чувствует себя неплохо и наращивает такие бульбочки обожаю целогину крестату это просто шедевр на мой взгляд это на заднем плане пескотория вот такая она у меня еще ни разу не цвела досталась мне вот нашего одного члена клуба он так вот их выращивает они у него всегда в живом мхе и я водички и вот так вот она у меня растет хоть у нас температура опускается до 7 градусов но она растет но повторюсь еще раз никогда никогда мне еще не цвела ну надеюсь что когда-нибудь зацветет это целогина бурфодиенс кто не знает это моя неудавшуюся пандурата когда-то я думала что это пандурата она у меня цвела на два цветоноса было шикарно и у меня попросили ее деленку я ее разделила и она у меня очень-очень капризничала страдала и я думаю даже что она мне погибнет было два ответвления в одну сторону она полностью видите что-то не так пошло а в эту сторону она все-таки начала расти и вот здесь вот надеюсь будет цветоносик она очень красиво наращивает цветоносы как косичкой такой всегда бульбочки тоже такие крупненькие и отличие у пандураты и у этой у пандураты очень черные такие черная серединка черная мохнатая губа можно сказать а у этой темно-коричневая она вроде бы как расцветает черное многие путают но потом постепенно она переходит в коричневую и в этом разница цветы салатого салатовые красивые зеленые очень шикарная обалденная это моя новинка целогина велутина pink форм так вот я купила ее тоже и пересадила и вроде бы чувствует себя неплохо положила сверху живой мох такая на заднем плане это у меня еулопфия она у меня когда-то цвела я ее пересадила и она у меня так вроде растит бульбы и не цветет она как кота сету мы вроде бы тоже должна отдыхать но вот она сейчас вроде бы как отдыхает отсушивая тоже листья ну посмотрим надеюсь зацветет не знаю но цветет правда с уже мне кажется с таких вот ростов вот рассказывает 1 на скажете я помню что она у меня цвела когда она растила новые росты но цвела она со старых псевдобульб поэтому такое вот интересное у нее цветение ну посмотрим это кстати еще одна моя новинка не знаю показывала я или нет хизис у меня когда-то был и вот я решила опять его купить потому что я когда-то от него в общем продала его и решила я опять себе купить вот такой вот но это гибрид между двумя хизисами и здесь такая маленькая полочка она вот еще один мой моя целогина целогина адарди так вот она себе стоит листики торчат красотка ангрекум леонис вот такой вот он и не туда и не сюда ну вроде бы как растет поэтому я уже не помню когда он должен цвести надо будет проверить а вот тут вот у меня вот так вот в плошечке водичка это я когда-то оберония компланата такая вот оберония я посадила не посадила вернее она так росло на кусочки так как пробковое дерево и я посадила так обложила мхом и такая получилась кочка но никогда она у меня еще не цвела я цвета покупала и цветущий но растит наращивает красиво так обросла уже этот горшочек надеюсь расцветут эти мышиные хвостики а на заднем плане это знаете что это цимбидиум да да это цимбидиум бекалор я видела его цветущий он у меня не цвел но так вот себе растет я его посадила не знала что это мне я думал что это одна из каких-то котлей но этот цимбидиум я знаю точно я видела его цветение где его взяла где мне его дали вернее такие вот это вот старые псевдобульбы а эти новые уже у меня наросли ну так и растет в каре на коряжке мухом заросла вся в общем вот такое вот чудо природы надеюсь что когда-нибудь у меня расцветет ну а здесь туния такая она листья у нее осыпаются на зиму поэтому она конечно в таком неприглядном виде и моя единственная маздевалия которая вроде бы растет наращивает новые ростики вот такое у нее название я никогда не видела ее еще цветущей поэтому вроде бы ей понравилось на этот раз посмотрим выглядит бодрячком поэтому будем ждать однажды цветением издевалии это мы с вами были здесь на этой нижней полочки здесь мы в тот раз все посмотрели наверное вот так вот быстренько здесь пробегусь здесь как бы немного моя коряжка продолжает расти наращивать новые ростики тилантия появилась новая ну в общем тут что-то цвело уже ну конечно хочется чтобы эта коряжка расцвела однажды так вот полностью будет интересно знаете что еще я кстати вот еще одна у меня целлогина которая находится на нижнем ярусе забыла я вам ее показать это извините у нас грохот строительства у соседей теперь целлогина мурин муриана в общем я ее покупала цветущей когда-то давно и она у меня честно сказать никогда еще не цвела ну вроде бы начала наращивать я хотела ее пересадить но смотрю что начала она растить новые росты новые псевдобульбы и я решила ее здесь оставить поэтому вот так вот там вот вот такая вот интересная посадка у меня тоже это поле булбон я его посадила вот так вот и вроде бы даже растет и мне кажется что это даже цветоносик ну посмотрим на коряжки здесь эпидендрум парпакс который тоже цвел уже в этом году и тут вот такая вот посадка вроде бы ну вот мне нравится такие конечно коряжки всякие мухи здорово на мой взгляд очень смотрится выцвела бирка это ангроекум дистичум ну вот вроде бы тоже растет конечно он очень медленно растет очень медленно растущая орхидея и цветет такими маленькими беленькими цветочками прям белоснежными вот такое вот у меня здесь уголочек произведения искусства моего это маленькая макселярия шунки она черные маленькие цветочки вот так вот я ее посадила и смотрю она тоже растет тут новые ростики понравилось ей и наверное закончена вот этой вот пышной орхидеи это надеюсь многие уже наверное и узнали дендракилум дендракилум вензелиай он у меня как раз в процессе наращивания новых ростов и цветоносов эти новые ростики они очень острые вот господи хотела показать и прям в кадре прям такие вот они очень очень острые нужно быть аккуратно ну и конечно эти ростики они тоже острые но те прям такие как иголочки и сразу растит она видите цветоносы очень много их надеюсь она у меня зацветет в этом году пышные так вот по кругу я смотрю я стараюсь очищать эти все сухие сухие чешуйки на старых ростиках но не всегда получается их очень много нарастает видите как их много прям по кругу конечно когда уже большое растение очень красиво прям такие красные колоски у нас обычно в начале июля у нас garden expo ой большое такое в общем все для огорода можно сказать до выставкой мы в ней участвуем тоже и я это растение обычно цветет в начале июля ну в общем вот такой вот пышный кустик я подрезала его уже немножко кончики но опять они подсыхают очень мне нравятся эти колоски ну на этом наверное закончим этот выпуск и до следующих до новых встреч пока пока